Это программа оперативная съемка. Здравствуйте! И сразу главные новостя. Бывший сотрудник прокуратуры Владивостоке приговорен к 9 годам колонии со штрафом в 40 миллионов рублей. В суде установлено, что бывший прокурорский работник выступил в качестве посредника в передаче взятки для полицейского от местного предпринимателя, который хотел вернуть изъятый у него контрафактный алкоголь и избежать какой-либо ответственности. Также таможня Владивостока возбудила 4 уголовных дела по факту ввоза так называемых распилов. Об этих и других новостях далее в дайджесте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За хранение и сбыт наркотиков обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 4 октября водитель автобуса напал на пассажира. По словам очевидцев, парень упрекнул шофера в том, что он долго стоит на остановках. После чего водитель попытался выкинуть нетерпеливого пассажира на улицу, чем нарушил закон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 5 октября таможня Владивостока возбудила 4 уголовных дела по факту ввоза так называемых распилов. По данным таможни, российская и японская компания заключили между собой договор на поставку товаров, за которую предусматривалась пошлина в размере 5%. Но после проверки груза инспекторы отнесли товар к другой группе, за которую пошлина составляет 2907 евро за один кузов. Общая сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 13 миллионов рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 6 октября пьяный водитель ленд-ровера протаранил машину с инспекторами ДПС, которые, сидя в своем авто, оформляли аварию в районе поворота на Фирсово. От удара полицейский форт влетел в другую иномарку. После этого стражи порядка вытащили пилота ровера из-за руля и заковали в наручники. В общем, наказание мужчине не миновать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В редакцию 8-го канала обратились жители многоквартирного дома по улице Адмирала Кузнецова, 72. Они сообщили, что уже две недели у них отсутствует горячее и холодное водоснабжение, а цокольный этаж вовсе затапливает канализация. Тем временем водоканал и управляющая компания выясняли, кто из них ответственный и кому решать проблему. Продолжение истории далее в сюжете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как воды нет, вот еще раз, ну вот так вот руки моем. Вот вся гигиена у нас на сегодняшний век. 21 век, вот такая у нас ситуация. Уже 14 дней источник воды для жителей этого дома, а если быть точнее, третьего подъезда – магазин. Несколько раз в день люди ходят за пятилитровыми бутылями, чтобы хотя бы сварить еду и выпить горячую кружку чая. Еще в более суровых условиях существуют жители цокольного этажа. И вот все течет вот это вот на дорогу. Пахнет все это. Окно открываешь, пахнет. Закрываешь, тоже пахнет. Причина – канализация пришла в негодность. По словам жильцов, это ожидаемо, так как ее не ремонтировали более 30 лет. И сейчас это делать никто не спешит. Единственное – аварийная служба почистила люки вокруг дома, а сантехники перекрыли воду, чтобы фекалии полностью не затопили цоколь. У меня в квартире просто хуже, чем в общественном туалете пахнет, потому что они разобрали этот люк, крышку, и там фекалии прям лежат полметра от моего пола. Это жить невозможно. Я задыхаюсь там просто. Со слов жильцов, несколько дней назад под их окнами собрались представители водоканала, ЖЭУ и управляющей компании 71-го микрорайона. Водоканал заявил, что их труба целая, и они копать не будут. То есть ответственность легла на управляющую компанию. И даже я когда с управляющей компанией разговаривала с женщиной, я говорю, вы знаете, нам придется писать прокуратуру. А они говорят, ну и что, что вы напишите прокуратуру, что у вас вода появится. Вот так они разговаривают и так они себя ведут. Тем временем вода вытекает не из кранов, а из-под дома. И эта проблема, поясняет Дмитрий, возникает каждый раз, когда коммунальные службы промывают систему отопления. По фасаду видно, что он разрушается. Это огромная проблема. То, что управляющая компания и ЖЭУ не принимают никакие меры по устранению данного, приведет к тому, что дом будет аварийный. Мы страдаем, и люди, обыкновенные люди, мы страдаем от того, что происходит. И то, что без действия этих руководителей, и никто ничего не делает, хотя бы пришли нам что-нибудь объяснили. Но так как никто не приходит, за объяснениями жители сами поехали в управляющую компанию 71-го микрорайона. У генерального директора как раз был приемный день. Мы, конечно, извиняемся, что приехали без очереди. С телевидением Кузнецова 72-го. По нашей программе. Вот мы хотели уезжать, что вы нам скажете по этому поводу. Что мы вам скажем. Мы не помыться, не в туалет сходить. Ситуация есть на доме такая. То есть сегодня мы договариваемся с городской канализацией по поводу предоставления экскаватора. Да, то есть я думаю, что сегодня вопрос будет решен. Смешно, на воду дадут? Да. Ну то есть... Вы не можете дать воду, потому что топит меня. Я в курсе, что мы не можем дать воду, потому что нужно заменить трубу. По договору, подписанному нами и водоканалом, получается о том, что наша граница ответственности – это внешняя стена дома. Да, вот. Бороканализация ссылается на то, что все-таки выпуск канализации от дома до колодца – этот наш. Да, то есть мы сейчас тогда пробуем с ним найти компромисс, что давайте тогда совместно. План компромисса такой. Водоканал пригоняет экскаватор и раскапывает зону конфликта. Далее управляющая компания меняет злосчастную трубу. И тогда появится долгожданная вода. Со слов генерального директора, работы займут максимум 2-3 часа. Если сегодня ничего не будет, мы начинаем дальше продолжать во все инстанции стучать. В жилищную инспекцию. Мы переделаем вас в Роспотребнадзор, чтобы вы посмотрели. Вы помнились, 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 в туалет сходили в конце концов. В половине шестого того же дня в редакцию «Восьмого канала» вновь позвонили жители админерала Кузнецова. И сообщили, что ситуация так и не изменилась. Никакой техники не было, и они по-прежнему сидят без воды. И только позже нам стало известно, что управляющая компания не сразу, но все же исполнила свое обещание и обязанности. В среду, конечно, никто даже не приехал. Вообще никто не приехал. И вот только вчера, в 11 часов утра, начались эти работы. Раскопали 20 минут, они копали. Водоканал дал нам экскаватор, который раскопал. А все остальное дело управляющая компания. Ну и все. И вот сегодня, наконец-таки, работа закончена. Мы всем большое спасибо. Вот еще раз хочу сказать. А что касается вот на первом этаже? На первом этаже, да. Все-таки у нее вскрыли полы. Вот. Полностью вскрывали полы. Потому что там подход невозможно было сделать. Они с этой стороны вот трубу заводили. А надо было еще и сверху заводить трубу. И вот они это все сверху и снизу, они вот так вот соединяли эти трубы. Вот. Вскрыли полы. Они дали гарантийное письмо о том, что ей все восстановят полы. Ну, на данном этапе, вот вроде как досками они сегодня заложили. Вот. Ну, пока там еще, конечно, непорядок. Жители Адмирала Кузнецова надеются, что на этом их коммунальная история закончена. И в дальнейшем им больше не придется выносить ссор из избы, чтобы ответственные службы добросовестно выполняли свою работу. И еще. Если вы стали свидетелем происшествия и у вас есть видео, присылайте его нам на электронный адрес, который вы видите на экране. Станьте мобильным репортером программы «Оперативная съемка». На сегодня все. До встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok